Добрый вечер. Сегодня, наверное, в другом чуть-чуть настроении должны были мы встречаться на пресс-конференции, но, к сожалению, не смогли одолеть соперника. Сыграли в ничью. В принципе, сейчас уже по факту очень интересный чемпионат и любая команда оказывает сопротивление. Несмотря на то, что класс футболистов, уровень футболистов абсолютно разный, но, тем не менее, любая команда, как и в предыдущем туре, оказывает определенные сопротивления и создает моменты, чтобы мяч вылетал в наши ворота. Основным фактором того, что мы делаем эти подарки, наверное, скорее всего, наша не очень качественная игра в обороне. Здесь есть и объективные причины, но сейчас уже пересмотрел с аута. Первый гол в наши ворота залетает. Абсолютная вахханалия, абсолютная потеря концентрации. И второй гол тоже, в принципе, теряемый игрока нам забивает. В чем секрет, наверное, успеха любой команды? В первую очередь, это, скорее всего, игра в обороне. Игра в обороне. Если у тебя хорошая атака, ты можешь выиграть несколько игр. Если у тебя хорошая оборона, то ты можешь выиграть турнир. К сожалению, наша оборона пока хромает. Причем не только игроки обороны, а это всех касается без исключения. Тем интереснее. Четвертый тур сегодня, видите, все очки теряют. Я думаю, что оптимальное какое-то решение, чтобы больше таких казусов не было в игре Новобахора, будем принимать, анализировать. Болельщикам спасибо, что до конца поддерживали. Конечно, был бы вообще праздник, если бы Джокич на последних секундах забил, был бы реальный камбэк, и это был бы праздник футбола. Но я ребятам впервые сказал, что если мы вытащим эту игру, значит, команда есть, есть коллектив, есть семья, есть огромное желание здесь за идею бороться. Чуть-чуть не хватило, но тем не менее. Ребятам огромное спасибо. Они боролись до конца, чтобы исправить ситуацию на поле. Думаю, что в ближайших играх мы постараемся, постараемся оптимизировать наш состав, оптимизировать нашу игру, и чтобы больше таких казусов не было. Я имею в виду, в частности, голы, необязательные голы в наши ворота. Я имею в виду, что это не было. Никобадзе сегодня темп очень был высокий, наверное, вряд ли вошел бы в игру, поэтому было принято решение выпустить Шодыбоева. Что касается Юлдашева, то на этой позиции сегодня, если вы видели, значит, у нас в обороне были изменения. Азим Ахмедов играл в центре, а Сафиев на своей профильной позиции, поэтому с этим это связано. Ну, Сафиев игрок национальной сборной, а Азим сегодня сыграл на хорошем уровне, он капитан команды. Я думаю, с первой до последней минуты задавал тон, был агрессивен, и ребят подбадривал. Он свои функции выполнил, с этим связано. Сафиев. 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 Значит, первое. Конечно, я сказал, чтобы выигрывать турниры, на первый вопрос. Чтобы выигрывать турниры, у тебя должна быть надежная оборона. К сожалению, у нас пока ее нет. Мы в поиске. С чем связано? Два основных игрока обороны прошлогодних. Они ушли от нас. Милош Милович и Голбан. Это есть реальная причина. Вместо них мы никого не взяли. Вот она реальная причина, что мы играем ничью и пропускаем голы. Мы за прошлый, в прошлом году, за первый круг мы пропустили 6 голов. А сегодня за 4 тура мы уже 6 пропустили. Это реальная причина. Об этом знаем и мы, руководство команды, и руководство клуба. Но это наша недоработка. Недоработка наша в селекционной работе. Мы просто не успели эти позиции занять. Потому что, если вы помните, мы чуть-чуть раньше заявились в Лиге чемпионов. Мы участвовали. И ребята ушли. Мы просто их места не смогли заполнить. То есть пригласить адекватных и качественных футболистов в линию обороны. Вот. Ну, это главная причина. А и второй вопрос. У нас есть основной состав. Я на второй вопрос, в принципе, ответил первым. У нас нет качественных футболистов, чтобы выходили и усиливали игру. У нас всего 12 футболистов. 12 футболистов. А все остальное это молодые ребята, которые двое сегодня в резерве сидят, 17-летние. Это и есть наша главная причина. Да, мы пополнились качественными футболистами. Но чтобы стабильно выступать в трех турнирах в Лиге чемпионов, да, уже нам в этом году, мы уже отыграли, в Кубке и в Чемпионате, нужен запас прочности. Запас прочности именно в составе. А у нас, к сожалению, вот вы видели, одни и те же футболисты. 12 человек. Вот мы пока варьируем. И до лета нам придется вот таким составом играть. Плюс Джианов у нас вот еще тур и уезжает на чемпионат Азии. Вот такая ситуация. Это объективная реальность. Об этом я еще раз повторюсь. И руководство клуба знает, и мы. Ну, будем искать резервы. Плюс молодые, думаю, что со временем тоже окрепнуты и будут достойно представлять наобахов. Ну, во-первых, две команды, которые... Скажу так, первое, по поводу психологии команд, которые играют с наобахов. Вот вы видели, Бунеткор как с нами играл. А что было после нас? Развалились, как карточные дома. То есть мотивация, да? Все мотивированы сыграть с наобахов, отобрать очки. В наобахове, в Бунеткоре тоже есть качественные футболисты, но, к сожалению, той мотивации в следующем туре у них не было. То же самое здесь. Футболисты хорошего уровня, они прошли нормальную школу. Это выпускники моей академии. Там половина состава, чуть больше состава, это выпускники моей академии, которые воспитаны были в традициях, качественно получили образование в футболе. Они тоже могут играть в футбол. Плюс мотивация с наобаховом дополнительная у всех команд. Мы должны быть к этому готовы, мы должны держать удар. Мы должны 90 плюс контролировать ход матча, в любом матче. То ли это аутсайдер, это лидер. Ну, к сожалению, я же говорю, ну давайте так, сколько еще моментов создал, кроме просто забегов к нашим воротам. Сколько мы могли забить. Два эпизода, они выжили просто максимально, со стандартов причем. Где мы имеем преимущество в антропометрии, где мы имеем в мощи преимущество, мы пропускаем голы. Вот это, конечно, не красит нас, но я думаю, что тем и интересен чемпионат, что каждая команда сегодня тоже какие-то результаты, да, не запланированные, да, никто не ожидал. Четвертый тур. Будем исправлять ситуацию. И для всех просто еще раз. С моим приходом Новобахор добился определенных результатов. Я просто хочу официально заявить, что пока я результат здесь не сделаю, я отсюда никуда не уйду. И здесь Новобахор будет играть в качественный футбол и доминировать. Просто нам чуть-чуть времени надо. Я сказал, наши проблемы. Это наш резерв. Наш резерв плюс есть кое-какие моменты, связанные с качеством игры футболистов, которые недавно пришли к нам. Мы должны вот эту химию найти. Тогда будет Новобахор, который будет все игры побеждать.